Как создать свою компанию и как поддержать творческих людей? Хуй знает. Я постараюсь рассказать небольшую историю своей жизни, потому что у меня жизнь достаточно длинная. У меня есть право говорить абсолютно безапелляционно то, что я думаю, потому что я всегда прав и всегда лучше всех во всем разбираюсь. Так я живу последние много-много лет, и моя уверенность мне помогает. Конечно, то, что я вообще стою на этой сцене, это в большом смысле ошибка выжившего, потому что куча есть людей, которые были умнее, талантливее и интереснее, чем я, которые где-то там по дороге споткнулись и улетели в пропасть. А мне удалось каким-то чудом продолжать бежать. Я занимаюсь дизайном последние 30 лет. В этом году наша компания, наша студия отметила 25 лет. Это не хуй собачьи. Мало кто вообще в нашей стране вообще занимается дизайном. Это очень тяжелая, очень нутная, очень скучная, очень занудная профессия. Она требует чугунной жопы, она требует невероятной усидчивости. Это очень-очень скучно. Все хотят результат, который у нас есть. Все хотят, чтобы он так же ярко вышел, там, типа, всем не накидал. В тачанку и, соответственно, яркий эффект, который получаешь в итоге. Конечно, все хотят повторить и сразу хотят к победе прийти. Никто не хочет бежать весь пить, который необходим по дороге. А это необходимейшее условие для того, чтобы вообще чем-либо в жизни заниматься. Нужна моя мудрость с высоты моих лет. Нужно просто много-много лет очень сильно въехать. Во-первых, любой человек, который что-то в итоге добился, ему вначале повезло. Везение – это вещь, которую нельзя скидывать со счетов. Везение – это как лотерея. Ты не можешь, если ты покупаешь лотерейный билет, ты не знаешь, будет он выигрышный или нет. Это на удачу, вдруг тебе повезет. Но, как в известном анекдоте, когда евреи жалуются, что он никогда не выигрывает в лотерее, и у него не попадает существующий билет, в какой-то момент, значит, открываются небеса, за тобой ходит, господь зводит, говорит, господь звук, говорит, ну, блядь, ты хотя бы раз в жизни сделал лотерейный билет. Вот это ровно та самая история, надо помнить этот анекдот, что если ты жалуешься, то, что тебе не попадает свой взаимный билет, возможно, ты его просто никогда не пытался купить. Ровно то же самое со своим делом, со своим бизнесом. Если ты не начнешь его делать, значит, ты никогда не узнаешь, насколько ты можешь достать величайшим уже твоим предпринимателем, бизнесменом и так далее. Это очень сложная вещь, это очень мудрная вещь. Это же специально зашел с утра, думаю, поскольку все ответы уже давно есть в нейросетях, и куча где этим пользуются, это очень плохо. Не нужно пользоваться нейросетями для каких ответов никогда. Потому что это полный шлак. Нейросети для нищих, ими не надо пользоваться, там нет знаний. Нужно понимать, что все деньги мира, самые большие зарплаты платят людям только за одну вещь, за мозги. Не за ответ нейросети, не за чат-жпт, не за Яндекс-жпт, не за всякие прочие дуги и прибамбасы. Это просто игрушки. Любые жпт-системы, любые большие тиговые модели, это просто фокус. Это такая очень мовкая вещь, это очень прикольная тема. Но там нет мозгов, там нет идей, там нет новых знаний, и никогда не будет. Потому что нейросетик просто тупо пересказывает то, что она уже знает. То, что она прочитала. Ну, в отличие от нас, она может прочитать миллион книжек, а мы нет. И она может, составляя свою речь, просто поставить слова в той последовательности, с которой они наиболее вероятно встречались в тех книжках, которые она в себя всосала. И все. При этом, когда писали нейросети, умные математики обнаружили, что если просто вставлять самое банальное слово, которое должно идти в следующем, что получается хуня на постман масле, никому не нужно, это очень скучный текст. А если трать слово четвертое, которое наиболее вероятно было бы в этом случае, вот это получается очень интересный текст. Ну, вот когда они эту формулу немножко там подкрутили, люди с мозгом заметили, да, не нейросети, я писал нейросети, а величайшей математики, у них получилась такая игрушка. Не нужно этим пользоваться, не берегите честь молодого, потому что если вы будете выдавать результат нейросети за свои мысли, то, к сожалению, вы сможете получить столько же, сколько за это получает нейросети, может быть, 20 центов в день. Но больше нет смысла рассчитывать. Самая дорогая в этом свете – это мозги, поэтому какой из этого делаем вывод? Надо прокачивать свои мозги. Надо все, что можно пропускать через себя, оказывать себя в самых разных ситуациях. Потому что ездить по миру, лучшая инвестиция в себя – это путешествия. Я говорю, как человек, который объездил абсолютно все 256 стран мира. Не обязательно посещать 100 стран мира. Это очень скучно и очень тяжело, и этот спорт с высокими достижениями нормальным людям не нужно. 100 стран заедись. Можно составить список из 100 стран. В Африке в коллайону можно смело скипануть, но ничего не потеряйте. Обязательно посещение Азии, обязательно посещение Южной Америки. Это все величайшие континенты с величайшими цивилизациями. И пока ты сам в такую страну не попал, как правило, у нас представление очень серьезное. Я вот на прошлой неделе, всю неделю плод в Афганистане, надеял, ощущение, что там вообще не живут, и что, ну, типа, я как будто съездил на тот свет, что там какой-то «Ах, прекрасная страна, все хорошо», «Шашлык вкусный», «Солнце слезет», «Птички поют», «Машины ездят», «Перье» продается в супермаркете. Ну, и прямой самолет «Кабулу-Москва» летает. Люди тоже об этом не знают. А когда ты туда приезжаешь, мне кажется, что не так все страшно, уже так страшно, что-то какого малюют, и вообще-то тоже жизнь, тоже люди вывезки висят, айфоны продают. Короче, не так страшно. И это очень полезно, потому что, когда, естественно, есть определенная доля риска, так сказать, потому что мало ли чего бывает, где машина уже может тебя в его месте сбить. Когда попадаешь в новые культуры, ты насыщаешься новой информацией, это самая частью твоего ассоциативно-прецедентного багажа. Это вещь, которая делает тебя богаче, делает тебя умнее, делает тебя наблюдательнее. И в конечном итоге, когда ты сам где-то оказался, взяли свое собственное мнение, ты можешь после этого использовать его в работе, ты можешь синтезировать все знания, которые ты получаешь. Поэтому обязательно надо ходить на выставки, нужно ходить на всякие концерты, нужно посещать новые города, посещать новые страны. Это все вещи, которые постепенно-постепенно-постепенно делают нас интереснее и богаче. В конечном итоге, когда мы накопили определенный опыт, определенный у нас есть насмотренность, навиденность, начувствованность, настраданность, это тоже очень важно. Я всегда говорю, что не может быть хорошим дизайнером тот, кого никогда не просаду с девушкой. Потому что он просто не знает, что в жизни бывает, он не испытывал чувства каких-то, он не страдал, он не плакал, он не думал о том, а почему у меня бросили и так далее. Это очень полезные вещи. Это странно-нет траннатургия, траннатургия нужна для того, чтобы был интересный сюжет. Если все будет гладко, хорошо и сладко в корпоративной рекламе, то это будет очень скучная жизнь, естественно. Это невозможно. Поэтому есть два типа. Я все равно начал встречаться. Тогда я пошел в Ядекс и спросил, чем отличаются наймы от своего бизнеса. Я выдал людей, что банальные ошибки. В итоге, как и все осветы нейросетели, потому что это же самые тупые, самые нейтральные, самые бессмысленные и беззубые ответы, у которых нет ни эмоций, ни чувств, ни смысла, ни знаний. Если ты школьник-двоечник, тогда, конечно, что-то твоя лучшая подруга, которые тебе ответят на любые вопросы. Но нормальным людям, естественно, это не подходит. И второе, мне Яндекс сказал, что наймы – это стабильная зарплата и предсказуемые какие-то вещи, а свой бизнес – это риск, потому что ты вот типа… Зато у тебя гораздо больше свободы. Это настолько банально, что даже нет смысла обсуждать. Есть просто несколько типов людей. Есть люди, которые хотят, чтобы все было стабильно, предсказованно, понятно и так далее. Есть люди, которые готовы рисковать, которые, наоборот, любая фиксированная зарплата невыносима, независимо от того, где. Даже если официально у тебя работают. Они хотят, чтобы все всегда было спецпроектным. Типа они как-то оказались в такой ситуации, нестандартной, которая даст им вот этот вот прилив адреналина от того, что они сами все это попробовали. Можно сравнить с тем, как, скажем, в большинстве людей, я думаю, в этом зале, не ходят в лес с едой, вы идете в супермаркет. И там вы смотрите, подходите к каждой полке, смотрите на упаковку, общаетесь с упаковкой и смотрите все в годности. И вы верите, что там кто-то чистыми руками все это запаковал, что вы не отправитесь, когда на эту еду сидите. И, разумеется, переплачиваете в 10 раз. Эта сосиска стоит, ее из-за реалии. Особенно стоит. Конечно, это же лечь в раз меньше, но вы же сами не будете делать сосиску, поэтому вы доплачиваете тому, кто решил ее сделать за вам. А вы можете пойти в лес, если вы разбираетесь, в растениях в животных, вы можете убить косулю, вы можете собрать какой-то гриб, скрести его со словам, но вы должны быть уверены, что это не ядовитый гриб. То есть определенное количество знаний у вас должно быть, зато у вас эта еда будет практически бесплатна, потому что вы сами ее добудетесь, сами переработаете, сами будете знать, что с этим делать. Вот в этом примерно разница между неймом и собственным бизнесом. Можно подмешивать в разных пропорциях, но самое главное, что, как бы простое правило, оно не всегда очевидное, но полезное, никогда не нужно рисковать на все рубли. Какое бы дело в жизни мы не задеяли, нужно делать по чуть-чуть, небольшими штатами. Просто на тот случай, что, во-первых, вероятность обосраться всегда огромная, считайте, что вы всегда вов. Если вы в какое-то дело вкладываете деньги, считайте, что вы эти деньги потеряли уже. Вот если вы не готовы так считать, не начинайте никуда вкладывать. Даже если это не плодит в банки, потому что вот сегодня есть, а завтра нет. Поэтому, если вы туда вкладываете, имейте в виду, что просто это вы так играете, и вы готовы уже заранее, морально попрощались, а потом вдруг в качестве бонуса может оказаться, что на самом деле я там свой воспитал два раза у нас что-то. Но опять же, никогда не нужно ставить все, потому что вероятность того, что случится просер, не нулевая, а вероятность того, что потом как-то отыграешься на нуля, она еще не... Поэтому нужно играть чуть-чуть, не класть все яйца на зокорозе. То же самое с бизнесом. Считаете, что открыть свою собственную компанию, свой собственный бизнес, во-первых, это абсолютно не страшно. У нас прекрасная страна, которая дает нереальные возможности для людей, которые занимаются предпринимательством. У нас другая проблема. У нас люди не склонны к предпринимательству. У нас просто люди инертные, они не готовы экспериментировать, пробовать что-то делать. Услышали где-то какую-то штуку, чтобы сразу попробовать это применить в виде какого-то предприятия. Очень мало таких людей. Не хватает. Вы что ж, страшно бегая за людьми, готовы давать какие-то там кредиты малому бизнесу, помогать, перепрыгивая, давать всякие бизнес-формулы все на свете, учить, воспитывать и так далее. Люди не хотят слышать. К сожалению. Возможностей огромное количество. Реально в России гораздо больше возможностей, чем в любой другой стране для людей, которые хотят открыть свое дело. Просто бери и начинай. Можно просто открываешь приложку банка, создаешь себе там и поэрсамозанятости, и все, и ты предприниматель. Ты уже можешь поднимать деньги на свой счет с микроскопическим процентом. 6% науков. Просто смешно. То есть любой человек может выйти уже из этого зала бизнесменом просто без всяких проблем. Основание компании можно сразить с тем, когда мы приходим в лес. Я очень люблю бетафору леса из-за того, что она отражает устройство мира. В лесу тоже есть на разных этажах разные формы жизни. У нас есть в лесу практически и туда. Там есть и все. И это очень важно. На самом деле Анна, на самом деле достаточки. Ну, Нужно к этому спокойно относиться, потому что где-то тоже в чём-то мы сепоя, а в чём-то мы травка. И вот в этом лесу мы решили поставить палатку. Вот это можно сравнить с моментом, когда ты основываешь, обосновываешь свой бизнес. Когда ты, собственно, начинаешь что-то делать, ты ставишь палатку. Ты находишь какую-то площадку, кладёшь туда какие-то еловые веточки, ставишь палатку, пробиваешь колышки и начинаешь там жить. Ты можешь, ты можешь, ты можешь, ты можешь, ты можешь, ты можешь. Может быть, светом на воду, может быть, ещё что же, потом идёт дождь. Потом дальше начинаются всякие разные риски с этим связыванием. Одно дело, когда ты живёшь у себя просто в квартире, где за тебя всё продумали, тебе 24 на 7 обеспечивают тепло, воду, электричество, безопасность и так далее, и крыши не шучешь, потому что кто-то её чинит. А в палатке ты сам отвечаешь за всё. ты взаимодействуешь с силой природой. Если пошел дождь, а ты не окопался, соответственно, вся вода в эту жопу затечет. Значит, ты начинаешь постепенное умение. Потом, если там все пошло хорошо, может быть, ты ставишь уже там две палатки, там четыре палатки. Потом у тебя может быть палаточный городок. Потом ты можешь как-то еще вырасти, у тебя уже будут палатки, там более сложные, там ты начнешь делать какие-то производимые конструкции. Это похоже на рост бизнеса. Если где-то в каком-то месте что-то удалось, если там получилось, если пошло, если хорошая локация, хороший климат, хороший розоветров, я тебе не медвей тебя сожрал, тебя на солнце тебе не спекло, и никто не утонул, ты, значит, начинаешь хорошо жить в этом самом-саже, в том целом палаточном городке. И он начинаешь вырастать, и потом приходят момент в палаточных городков и вырастают города. Собственно, они тоже все когда бы были основаны в качестве просто. Кто-то какую-то юрку разбил, рядом с речкой, друг, понравилось, ну и дальше пошло, поехало, разрослось. Это так работает любой бизнес. Поэтому нужно хоть чуть-чуть шажками итерационно Да, не секрет, а здесь вполне палашка – ты понял? Вот здесь красавица, губерно, ремня »'ка», но там находится с другой стороны, здесь стоит, вот эта столбия – это Ирландартал, который мы не видели, там, у меня тамretel, там, да. Вот здесь есть ремня, там, этот дар, а вот там, вы Здесь стоит уходы торгуют, кто-то там в метро встает, вообще не дойдя до рынка. В прошлом году спрашивают, что не дойдут. Когда ты смотришь на твой банковский счет, когда ты смотришь на количество вколекных звонков, когда ты смотришь на подписанных контрактов или количество людей, которые готовы с тобой, куда-то идти, это есть для тебя этот вопрос. Двое-то, что надо жить с которой это чувствовать или нет. Потому что совет тебе дадут всегда, как это называется, страна Совета. И нельзя на Красной площади насиловать женщину. Потому что заебут совет к этому. Это не надо обращать внимание на это, на то, что вам нужно обращать внимание на то, что у тебя получается. Это самое ценное, самое важное, самое главное. И ты довольно часто будешь находиться в противоположной к остальным людям, потому что они будут тебе пытаться рассказать, как творит свою бизнес-шнягу, а у них есть своё собственное Я хочу, когда я всёю хотел. Ну, это не важно, надо понимать, это не важно. Ну, я хочу ответить на этот вопрос, я хочу ответить в комментариях, потому что это какая-то самая Выгоды самых разных местах, да, в вашем предсказании. Нужно всегда просто быть открытым возможностью, которая на тебя плывет. Очень часто бывает так, что люди вообще занимаются не тем делом, которым надо. Опять же, потому что они прочитали в таком журнале, и у них какая-то привилась ролевая модель, они хотят повторить чей-то опыт. Вот самое глупое, что можно сделать на свете. Ни чей опыт у нас не должен гибать вообще. Ну, можно иногда что-то там подсмотреть, предупредить, но, опять же, глобайно волнует и работает только то, что ты сам знаешь. То, что у тебя получается, если у тебя получается хорошо, все, после этого можно срать на все остальные мнения, потому что кошмар есть. Если у них есть мнения, пусть они сами у себя расчетчивают компанию, на которой у тебя сходят свои. Поэтому ставить кнопку там, где тебе удобно, переставляешь столько раз, как тебе нужно, пока не будет так, как тебе неудобно, хорошо. Ну, а дальше, если нашел вот удачное направление, ты там можешь ставить и сто палаток. И, соответственно, из этого получается уже свое какое-то дело, свое какое-то направление. Я в жизни огромное количество самых разных направлений у меня есть такая метафора дизайна, называется «Y». «Y» – это такая палочка, и она сверху развивается на две другие дорожки. Вот «Y» – если мы идем по дорожке этого ствола, этого «Y» и дальше, у нас есть вариант – на право или на лево. Например, мы пошли на лево, и там вот два сайта. Значит, что же такое из этого стоит сделать выбор? Наверное, не стоит ходить на это лево, да? Стоит сходить направо. Ну, и, соответственно, когда у тебя, если поставить много-много-много этих «Y» подряд, друг на друга получится такой красивый паттерн, который будет состоять из лабиринта и страстемок, которые будут вести тебя твоим путем. Там будет большое количество своротов с ту сторону, в которой они работают, а именно направо поставишься. Значит, надо ходить на лево. Это не страшно. Ты сам понимаешь, что для тебя сработало, что неработало. И из этих вот бесконечного количества этих «Y», где каждый раз неизвестно, какое из направлений более удачное, то есть, что ты делаешь. Ты выстраиваешь свой собственный уникальный паттерн, который будет работать только для тебя, больше всего никого. Об этом нужно помнить, не нужно этого бояться, не нужно стесняться. Люди устроены, в общем, по-разному. Я всегда привожу пример про людей, которые… Одни, им нужно, чтобы у них на столе был стерильный порядок, и ничего не было лишнего. А у других людей на столе бардак. Или, например, я старый людей, у меня с детства как плюшки, все заварено вещами, огромные стовки метровые. И бардак – это только для тех людей, которые не понимают, в чем частность этой системной организации. Система – это самое лучшее на свете, опять же, для меня. Потому что мне не нужно тратить время на то, чтобы помнить, где лежит какая информация. Я знаю, на какой глубине, в каком-то столке, лежит нужная папка. Или книжка, или файл. Или еще шажер. А если бы у меня был чистый стол, у меня пришлось бы много держать лишней информации в голове. Моя голова была бы засрана лишней информацией, соответственно, я был не такой эффективнее, чем когда я просто визуально раздружаюсь. Мне не нужно думать, что я лежу, а я сразу вижу, что я лежу. Если я забуду, на след 7 пришел и снова увидел. И это так работал. И самый скакал, что те люди, у которых стерильный стол, они любят прийти к людям, типа меня, и сказать, что у тебя на столе бардак. Но никогда не бывает наоборот. Я никогда не прихожу к людям, у которых чистый стол, и не говорю, а чего у тебя не на столе. Хотя казалось, а в чем разница? Просто две системы устройства мира, две системы взгляда на жизнь. Поэтому вот здесь важно не игбать другим людям мозг, жить так, как удобно тебе. И это в бизнесе тоже очень сильно подражается. Потому что никто не знает, что сработает. Никто не знает, какая часть потраченных денег на рекламу, какие-то усилия на поддержание, какая часть сработает. Какие 50% пойдут в дело, какие нет. И это в том, что большинство вообще вещей, которые мы, большинство решений, которые мы принимаем в жизни, у деловых людей, они максимально банальные, максимально очевидные. Ты делаешь это, потому что надо вот так поступить. Суперпросто, суперпонятное. Но иногда бывает так, что нужно принять какое-то нестандартное решение, или нужно поставить себе какую-то суперамбициозную цель, абсолютно неочевидную, которая вот просто так, с чистого листа, ты никак не поймешь, что это действительно крутое и важное решение. И дальше вот, когда сидят 10 человек, которые должны принять решение, у каждого из них есть свое мнение, каждый из них считает, что он прав, а кто-то должен выбрать какое-то одно. И вот, собственно, в попытке принятия разных решений, в попытке двигания вперед, компания, у которых есть определенная степень успешности, они выбирают, как правило, с большей вероятностью те решения, которые им помогают, чем если бы они каждый раз принимали решение плохое. Соответственно, в итоге, то есть, если бы они все время выбирали тупик в своем игреке, там, где не их направление, то они бы в какой-то момент, естественно, зачахли. И много компаний таким образом чахнуто, потому что им казалось, что в момент принятия решения они были классные, умные, правильные, это было очевидно, и всем было понятно, что это очевидное решение. Но, может быть, они не видели какое-то еще решение, которое есть в блоку. И здесь, поэтому, важно иметь возможность чуть шире смотреть на то, как построен мир, чуть лучше прогнозировать, чуть больше представлять себе, какие вообще еще могут быть последствия, как это все, к чему все это придет. И, опять же, конечно же, удача очень-очень нужна и важна. И не видно ее бояться, когда она придет, бывает так, что достается шанс, который ни в какой книжке не прописан, и вообще это просто удивительная возможность, которая вот она перед нами. И, опять же, у нас, у каждого из нас в течение дня есть пять удивительных возможностей, на которые мы просто забиваем хуи, потому что нам кажется, что это не возможности, нам кажется, что это какая-то ерунда или это не так запаховано, ну, как грипп в лесу. Он, если бы он был в супермарксе с датой годности, в полиэтиленчике, то мы ему верим. А если это грипп в лесу, то мы не верим, потому что мы не умеем эти возможности пользоваться. Возможности всегда неприглядны, они всегда выглядят, как кусок говна. Поэтому очень важно уметь в куске говна найти золото, не побояться испачкать руки, отмыть лишнее и оставить себе, собственно, золото. И таких возможностей огромное количество постоянно у каждого из нас. Просто люди привыкли к безопасному режиму, они привыкли, что все должно так гладенько, спокойненько пройти, безопасненько. Они либо больно и берут rocks. Они honestly понимают, что многие люди приходят на стендный терм Gomber this pill, только за счет пугает. Следующий день говорил, чем букв занимаешься SPBом на emergatten CEA или вз começou к выжальности И еще как он писал, что такой ранний год. Вigon он сделан в том, что родители, бывают все nd 25 лет. Необычайно импределям. Так思ы, так куда, мы и все вот, как политика, то работает. там, у тебя нет предела того, сколько ты можешь заработать денег. Поэтому каждый выбирает себе вот степень безопасности. Либо чуть-чуть, если у нас стабильно, и ты занимаешься простой и понятной деятельностью, либо максимально рискованно, абсолютно нестабильно, непредсказуемо, но зато ты имеешь иногда возможность чего-то к чему-то прийти. Лучше комбинировать это дело, чтобы не сразу вот не все рубли потратить на какую-то одну стратегию, чтобы по чуть-чуть и дальше посмотреть, как оно пойдет, что-то будет получаться. Самый сложный вопрос, после того, как мы в одиночку нашли вот это место в лесу, поставили палатку, учились, потом у нас заводится партнер или партнерша, мы начинаем расти, у нас появляются дети, соответственно, у нас встает возможность, как дальше мы все эти расширяемся. Представляете, у компании какой-то похожий на семью тип роста, там мы начинаем приглашать еще других людей. Я сам максимально социопат, интроверт, мизантроп и вообще так, ну вот, как мы и то же вместе. что там в жизни не было компаний. Я всегда хотел сидеть один дома за шторами шторами, чтобы просто меня никто не мучил, чтобы у меня был интернет, и все. И я первые там несколько лет своей профессиональной жизни ровно так и жил. Никто не был мужем. Пока возможности сами не постучались в дверь, и не сказали, что «чувак, надо брать». Потому что иначе непонятно, когда будет, и поэтому я в один день сразу пригласил на работу пятерых людей, которые сразу стали делать ту работу, которую до этого делал я один. До конца отерпел, но потом понял, что все, невозможно, слишком много заказов, а я один, и я не отправляюсь, поэтому в этот только момент я принял решение о ростинге. Совершенно не то, к чему я изначально был предрасположен, но я решил, что ладно, раз так, значит, пойду в эту сторону. Сейчас в нашей компании 300 человек, это самый крупный дизайнер в России, и вот много-много лет мы занимаемся сложной работой, обеспечивая сами себе свою загрузку. Это правда очень сложно заниматься в России дизайнером, потому что у нас не та страна, у нас очень мало людей, очень много возможностей, и нужно кормить самого себя, нужно все время бегать в лес, находить садобные грибы, чтобы дальше из них делать какие-то полезные продукты. Это на дороге не валяется, и это прямо действительно тяжелая, утомительная работа. Но там есть несколько приятных бонусов, в том числе пару моментов, которые я хотел с вами поделиться. Дизайнеры – это вообще такие ранимые творческие люди, я тоже из них, из их числа. Я, естественно, очень нежный, очень такой, очень чувственный, у меня разные, мои реакции на то, что происходит вокруг вообще максимально отзывчивые, меня все бесит всегда. Я от всего раздражаюсь, и я из этого научился свой бесеж превращать в бизнес-инплемент. Потому что если меня что-то бесит, я помимо того, что просто бешусь, я сразу задаю себе вопрос, а как сделать так, чтобы меня это не бесило? И у меня тут же появляется ответ, типа, ага, можно сделать вот это так, это сяк, это переделать. Кто-то не умеет, как так, а после неиданных ой, где бывает. Видимо, уже как-то, ну, это, конечно же, ну, все предыдущие, что мы хотим, когда мы провели к себе, например, на ютюбе, на ютюбе, на ютюбе. Ну, ну, я иди сюда. А вы думаете, какие-то, между exempelки, которые будут, наверное, у нас были все эти escolhas и там, из-за этого, то, что essa, в общем, мясо-то, это ужасно, и тебя. Ну, ты так, в этом ничего не делаешь? Ты речь, что ли, то есть, чтобы там эти дали, тут иди то, я так что вы думаете. Это прямо сложная такая тема. Гораздо сложнее, чем в дружном женском коллективе управлять. Еще сложнее. Вот возьмите женский коллектив, полнашка на 20, это будет дизайнерский коллектив. И здесь очень важно заниматься такой вещью, которая называется менеджмент тщеславия. Потому что все эти люди, они в душе тщеславные, они хотят много чего. И нужно очень правильно их заправить, очень правильно экспозиционировать, сориентировать. И самое главное, что нужно помнить, все дизайнеры, все творческие люди, все люди... Творческие люди не знают, что у них все картинки. Иногда и в материи бывают творческие люди, к ним, соответственно, тоже такой подход сработает. Там очень важно сделать так, чтобы те проекты, в которых люди принимают участие, чтобы эти проекты были нужными, успешными, интересными, чтобы людям хотелось иметь к ним отношение. После этого можно делать вообще все, что угодно. Для людей можно орать, их можно унижать, их можно сколько угодно сверхурочно мучить. Ну, я так не делаю, но я просто знаю случаи, когда это бывает. Люди готовы это все потерпеть, потому что если в итоге тот проект, в котором они принимали участие, стал успешным, если мы пацанов успеху привели, люди это ни с чем не спутают. Это самый большой наркотик на свете, это самая желанная вещь. Люди готовы... Даже дело не в деньгах очень часто, потому что есть куча компаний, там все крупные банки платят такие зарплаты, что ни одна дизайн-студия, ни одна простая компания не может с ними конкурировать. Ну, вот, просто совсем это физически невозможно. Но люди туда не идут. Почему? Потому что в крупном банке зарплата конская, вот там тебе едут мозги. И это неприятно. Причем, едут в плохом смысле мозги. Вот там тебя уныло корпоративно унижают. Ты пришел в работу, а тебе говорят, ну и здесь все одна семья. Как только слышите такие слова, сразу надо бежать. Никакой семьи, блядь, на работе не бывает. Семья дома с женой и с детьми, а на работе работа должна быть. И это четкая профессиональная задача, это никогда не отвлекаться и не позволять сделать так вот мозг на с вами. И те люди, которые будут сидеть на работе, которые будут иметь отношение к успешному проекту, этот проект даст нам удовольствие. Они, если проект дизайнеров, они вот идут по городу, видят и висит произведение, к которому они приняли участие. Это командная работа. Они знают, смотри, я вот участвовал в этом проекте. И человеку приятно, и он получаешь лайки, он получаешь внимание, он получаешь любовь, заботу окружающим, потому что людям нравится, что человек принял участие в интересном проекте. Вот это вот сделал, вот он сделал, вот здесь он поучаствовал. Это самое-самое лучшее, что можно обеспечивать. Поэтому очень важно, когда у нас есть творческие люди, для того, чтобы мы их удержали, им нужно… Их нельзя удержать серёвкой, их нельзя удержать зарплатой, это просто тупо не работает. Их можно удержать только интересными проектами. Причём для того, чтобы проект был интересным, и очень важно, чтобы тот человек, который руководит этим проектом, хотя бы чуть-чуть ссёк фишку. Этот человек должен разбираться в неделю, потому что иначе его просто тупо обманут. Если он сам не знает, к чему всё это идёт, если он не в состоянии скорректировать движение, если он не может сказать людям, куда попробовать, что поделать, чтобы человек сам увидел, что вот было А, ему сказали сделать Б, он сделал, и он смотрит, и точно лучше. И вроде как «я поумел», и вроде как «действительно, это работает», и человек начинает… Он вообще переставит замечать, что кто-то пытается его как-то там развивать или напрягать, и это не всегда комфортно. У многих людям это тяжело. Но если в конечном итоге проект становится успешным, люди готовы любые трудности, любые неприятности преодолеть, только потому что люди хотят иметь отношение к хорошему, интересному проекту. И наша задача – придумать так, чтобы абсолютно из любого мусора, абсолютно из любых вводных данных, а не бывает хороших заказчиков. Они все в каком-то смысле тяжелые люди, у них тяжелые проекты, у них очень сжатые сроки, у них нет денег, они не дают материалов, у них огромное количество самых разных неудобств. Наша задача не обращать на это внимания, потому что не бывает такого, что кому-то достаются хорошие заказчики с большим бюджетом, просто нет так вообще в принципе условий ни у кого. Всегда надо проебаться. Это основа основ. И задача не только в том, что мы, собственно, будем вовлечены в этот самый процесс, а задача – как сделать это интересно. Так всегда выйти с честью и с любой ситуацией. Чтобы вот нас нагрузило, у нас сложно, у нас непонятно, или самое классное слово «невозможно», это вообще просто любимейшее слово, с него прямо там начинает. Если кто-то его произносит очень хорошо, это прямо сразу «дайте два». «Хочу, два невозможных». Чего-нибудь сделаю. И из этого, соответственно, получается самый лучший потом результат. Потому что если ты делаешь то, как тебе удобно, то, как ты сам бы сделал, то, как тебе нравится, то, как с тобой люди готовы идти в какой-то сбой, разведку для того, чтобы прийти к успешному результату, то, соответственно, это и создает самые крепкие команды, самые долгоиграющие. Со мной большое количество моих коллег, которые пришли. У меня есть коллеги, которые работают со мной 28-27 лет. Тут не всем в зале столько лет, сколько они со мной работают. И это что-то говорит о том, что мы поняли какие-то принципы, хотя каждые 5 лет меняется примерно все. Новые дизайны, новые технологии, новые вообще все на свете. То, что мы делали 30 лет назад сегодня уже вообще никому не можно, понятно, даже шут-шут. Но для этого мы остаемся. Потому что те принципы, которые лежат в основе – работать с людьми, делать проекты интересными, в первую очередь, для себя. И когда проект становится интересным для команды – это самый лучший проект. И команда, получается, самая крепкая, самая долгосрочная, самая сплоченная. Никакой заказчик никогда не сделает вашу команду в сплочении, чем вы сами. В первую очередь, а дальше смотрится? для того, чтобы не сбить вот этот вот калибратор, чтобы, если мы считаем, что у нас внутри вот мы делаем так и в следующий раз мы тоже сделаем так, потому что для нас это важно, то, соответственно, это то, что нас волнует. Нас не волнует внешний мир, ну, пока не настолько, чтобы внешний мир нас воспитывал. Мы сами себя воспитываем внутри и дальше с нашими женскими выходим во внешний мир, предлагая нашему суде, и довольно часто сейчас получается так, что все, что мы делаем, по­ме, по моему, вовсе это вообще нет, пенс��면 уже готовится от этого получается, что пространство, а прямо пока вот имеем в виду, а это такое, которое всё не любит? Тем больше достаточно, ну, человеку, т reconsiderable warned тебе, количество он只有 好吧, да, но, а если вы заоб Richtung за beaders, не любите ни наuldade? Ну, какой honor? То есть вообще? Отлично. Мы очень здоровы, что изменитесь, сп有 DVD в Levi. Я вообще не могу учитывать, мне кажется, это одно дело, не знаю эти negotiations, но мы не только не знаем, но мы еще Losored В expes ассайл это же капсак Anneka, Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова